Ценовой диктат. Зачем Западу вводить потолок цен на нефть и газ и почему это не сработает? В США и Европе идут переговоры по введению потолка цен на нефть и газ из России. Уже обозначена и дата – 5 декабря. До дедлайна остается чуть более недели, однако пока нет четкого представления, как данная инициатива будет реализована на практике. Многие эксперты, в том числе западные, предупреждают, что подобное вмешательство в рыночные механизмы может привести к непредсказуемым последствиям. В Москве предупредили, что такими темпами на Западе вскоре вообще не увидят российские углеводороды. И все же обсуждение вопроса продолжается. Зачем Западу вводить лимиты цен на российские энергоносители? Почему такое вмешательство может ударить по самим инициаторам? Чего ожидать и России? И что будет с рынком углеводородов в ближайшем будущем? Обо всем этом в обзоре Билта. Зачем нужен потолок цен на энергоресурсы? После начала конфликта в Украине западные страны развернули против России экономическую войну. Европа начала вводить санкции, пакет за пакетом. Не успевали в Брюсселе одобрить один, как уже анонсировался новый. К настоящему времени таких пакетов набралось уже восемь. Возможности ЕС для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодня практически исчерпаны. Зато неисчерпаемыми кажутся проблемы, с которыми столкнулись европейские страны из-за своих же рестрикций. Рекордная инфляция, энергетический кризис, закрытие предприятий, рост протестных настроений в обществе. Впору задаться вопросом, против кого на Западе вводились санкции? Против России или самих себя? Что же Россия? Санкции были призваны обрушить российскую экономику. Однако этого не произошло. Скорее наоборот. Российский рубль был признан самой эффективной валютой в мире. Профицит торгового баланса России за первые 9 месяцев выросли на 93%, до рекордных 251 миллиарда долларов. Удалось взять под контроль и инфляцию, которая в первом месяце после начала спецоперации в Украине находилась на пиковых значениях. Пытаясь осмыслить российское экономическое чудо, западные эксперты пришли к выводу. Россия выстояла благодаря грамотным финансовым мерам и значительным поступлением в бюджет от продажи нефти и газа. Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен. Россия перенаправила крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай. Таким образом, санкции практически не повлияли на добычу нефти и газа в России. А за счет роста цен на рынке углеводородов нефтегазовые доходы страны выросли. Дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, писал в августе журнал The Economist. На этом фоне западные элиты задались вопросом, как лишить Россию огромных доходов от продажи нефти и газа и при этом поправить свое финансовое положение за счет удешевления импортируемых энергоресурсов. И здесь появилось предложение ввести потолок цен на нефть и газ, импортируемый из России, то есть установить верхний предел цены, по которой можно будет купить российские углеводороды. Тот факт, что данные меры по своей сути антирыночные, на либеральном Западе решили не принимать во внимание. Мол, и сейчас такая обстановка, недоправил. Более того, как и в ситуации с санкциями, последствия отведения потолка цен заранее просчитаны не были, по крайней мере, на первом этапе, когда США и Евросоюз заявили о планах по регулированию цен. Как будут регулироваться цены на нефть? Идейными вдохновителями в вопросе установления потолка цен стали США. Данную инициативу они продвигают с начала лета. Без ценового потолка мы окажемся перед угрозой глобального скачка цен на энергоносители, если из-за эмбарго остановится большая часть российской нефтедобычи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллан. В конце июня состоялся саммит стран G7, куда входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В итоговом заявлении саммита отмечалось, что страны-семерки рассмотрят возможности ввести ограничения цен на российскую нефть, путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке по морю, если стоимость сырья превышает потолок, согласованный международными партнерами. В начале сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Страны-семерки также предложили и другим странам присоединиться к данной инициативе. Кроме того, члены G7 призвали все нефтедобывающие государства нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей. О намерении поддержать G7 в вопросе введения потолка цен на нефть заявили в Брюсселе. В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который создал законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. В частности, санкции предполагают запрет на транспортировку по морю нефти из России по цене выше установленного лимита. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. 5 декабря США, ЕС и Великобритания также намерены ввести в действие запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России, за исключением тех случаев, когда российские поставки оплачиваются по цене, не превышающий уровень, который будет согласован государствами ЕС и G7. Таким образом, решение о потолке цен было принято. Но как будет действовать ограничение цен, до сих пор не ясно. С самого начала переговоров о потолке цен США выступали за введение достаточно высокого ценового предела, чтобы Россия не пошла на сокращение нефтедобычи и продолжила экспортерия. Ведь если российская нефть пропадет с мирового рынка, цены на черное золото могут взлететь до небес. Поэтому страны G7 планировали установить цены на российскую нефть выше стоимости ее добычи, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок. Изначально предлагалось установить уровень потолка цен в 40 долларов за баррель, затем в 60 долларов. Сейчас планку подняли до 65-70 долларов. К слову, в настоящее время эта цена близка к той, по которой Россия реализует свою нефть на мировом рынке с учетом дисконта. Поэтому на доходы Москвы это особо не повлияет. Между тем, как отмечает российское издание «Взгляд», Запад смягчил и другие условия потолка цены. Во-первых, добавляется переходный период в 45 дней для нефти, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января. На такую нефть потолок цен не действует. Во-вторых, смягчено наказание для судов, которые все-таки решатся перевозить российскую нефть по цене выше установленной. Раньше хотели такие суда навсегда лишать прав на перевозку нефти европейцам, на страхование и финансирование в европейских компаниях. Однако теперь суда, которые будут уличены в нарушении потолка цен, обойдутся всего лишь штрафом и временным ограничением на работу в 90 дней, причем только в отношении российской нефти. Предусмотрены дополнительные послабления для ряда стран ЕС и Японии. Например, разрешаются определенные операции, связанные с импортом российской нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Евросоюза без выхода к морю. До 30 сентября 2023 года Японии разрешено заниматься транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2», при условии, что она предназначена только для ввоза в эту страну. 14 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил все необходимые для введения лимита цен документы. Однако глава ЕК отметила, что конкретные параметры ценовых ограничений пока не согласованы. 18 ноября Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон заявила в интервью Reuters, что ЕС намерен к 5 декабря завершить подготовку необходимых нормативных актов, которые позволили бы имплементировать решение о введении эмбарго, а также потолкаться на российскую нефть. Она также сообщила, что страны G7 продолжат обмен мнениями о способах реализации ограничений на российскую нефть. Тем самым Еврокомиссар подтвердила, что конкретики в вопросе введения лимита цен пока нет. На этой неделе страны ЕС провели переговоры по восстановлению уровня потолка цен на российскую нефть. Однако пока безрезультатно. 23 ноября Bloomberg сообщил, что переговоры между странами ЕС зашли в тупик. Дипломаты стран Евросоюза планировали собраться 25 ноября для обсуждения данного вопроса. Однако из-за разногласий встреча была перенесена. По данным Reuters, переговоры могут возобновиться на следующей неделе. Издание «Политика» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что разногласия связаны в частности с позицией Польши и стран Балтии. По информации издания, они требуют установить потолок в 30 долларов за баррель. Эстония даже готова использовать право вета при определении потолка цен на нефть. Вместе с тем, большинство стран ЕС предлагают ограничение в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Греция, Кипр и Мальта, которые зарабатывают на транспортировке нефти по морю, не хотят, чтобы потолок опускался ниже 70 долларов за баррель, опасаясь, что это может подорвать мировую торговлю нефтью. Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов. Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам. Их предложение установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше, заявил Зеленский. Что насчет газа? Страны ЕС начали обсуждать возможность введения лимита цен на газ еще летом на фоне рекордного роста стоимости голубого топлива. Многие годы за счет дешевых энергоресурсов, импортируемых из России, страны ЕС развивали и укрепляли свои экономики. Тем не менее, Брюссель пошел на ряд шагов, которые стали причиной нынешнего энергетического кризиса. Прежде всего, европейские страны отказались от заключения с Россией долгосрочных контрактов, которые позволили бы им покупать российские энергоносители по стабильным определенным в договорах ценам. Вместо этого в ЕС предпочли закупать российский газ через биржи. В этом году стоимость голубого топлива на торговых площадках неоднократно устанавливала рекорды. Еще одним шагом Брюсселя, спровоцировавшим дефицит газа в ЕС, стало введение санкций против России. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовке плана по установлению потолка цен на российский газ. Глава ЕЭК отметила, что европейские страны столкнулись с масштабным энергокризисом, преодолеть который можно за счет снижения потребления энергоресурсов и установления ценового ограничения на голубое топливо. 25 сентября группа из 15 европейских стран обратилась в Еврокомиссию с предложением ввести потолок цен на весь импортируемый газ. В то же время Германия, Дания и Нидерланды высказались против такой ограничительной меры. Представители этих стран уверены в том, что такое решение может нанести ущерб тем усилиям, которые были приняты для сдерживания энергетического кризиса в Европе. Министр энергетики Бельгии Тинне Вандерстратен предложила вариант гибкого ценового коридора. Она отметила, что это может стать одной из мер в борьбе с растущими ценами на топливо. 22 ноября Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за 1 мегаватт-час на виртуальном хабе ТТФ. Это около 3000 долларов за 1000 кубометров газа. Этот потолок касается не только России, находящейся под санкциями, но и всех поставщиков газа на континент. Стоит отметить, что 25 ноября стоимость декабрьского фьючерса на хабе ТТФ в Нидерландах не превышала 1350 долларов за 1000 кубометров газа. То есть, по сути, предлагаемый Еврокомиссией потолок цен на газ находится на уровне в два раза выше текущей цены. Поэтому установление такого ценового порога на сегодня выглядело бы скорее формальной мерой в расчете на скачки цен в будущем. По словам Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симпсон, предлагаемая цифра в 275 евро может быть присмотрена по итогам консультации с членами сообщества. По ее словам, речь идет не о вмешательстве для установления искусственно низкой цены на газовом рынке, а о механизме крайнего случая, чтобы триггировать на слишком высокие цены. В Еврокомиссии пояснили, что предложение предусматривает возможность экстренной отмены потолка цен на газ, если отраслевые регуляторы сочтут, что его сохранение может дестабилизировать рынки или привести к значительной проблеме с поставками. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Он рассчитан на один год, однако срок его действия может быть продлен после пересмотра, который должен будет состояться до ноября 2023 года. К слову, предложение Еврокомиссии устроили не всех. Как сообщила газета Financial Times, страны ЕС опасаются, что искусственное ограничение цен на газ не решит проблему энергокризиса в европейских странах. Более того, это может привести к непредсказуемым последствиям на газовом рынке. В частности, недовольство планами Брюсселя выразили в ФРГ, Дании и Нидерландах. Там опасаются, что введение потолка цен на газ из России привезет к тому, что трейдеры просто перестанут продавать голубое топливо в Европе. И переориентируют поставки на другие страны. Против введения потолка цен на газ выступила и Европейская энергетическая биржа. Представители торговой площадки заявили, что ценовое регулирование дестабилизирует газовый рынок. В итоге, 24 ноября, министры энергетики стран Евросоюза, на встречу в Брюсселе, так и не смогли согласовать решение по поводу потолка цен на газ, предложенного Еврокомиссией. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярта, еще одно внеочередное заседание Совета министров энергетики состоится 13 декабря. Сегодня мы начали переговоры о введении потолка цен на газ. Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы. Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решение о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка, заявил Сиярта. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фронти не исключает, что страны ЕС смогут договориться о потолке цен на газ в декабре на новом внеочередном заседании Совета министров энергетики Евросоюза. Министр также указал, что в нынешнем виде предложение Еврокомиссии Рим не приемлет. Как реагирует в мире? Министр энергетики Польши назвала шуткой предложение Еврокомиссии о потолке цены на газ. По ее словам, предлагаемая цена недопустима, так как она выше, чем текущая цена на рынке. По мнению польского министра, никто не поддержит предложение Брюсселя и до компромисса еще далеко. «Я не знаю, кто сегодня мог бы это предложение поддержать. Кажется, что никто», – цитирует польского министра ТАСС. Глава немецкого правительства Олаф Шольц еще в октябре заявлял, что видит определенные риски для европейских стран в связи с принятием политического решения о введении лимита цен на импорт энергоносителей. По словам Шольца, Россия сможет переориентировать поставки газа на другие регионы. В то же время Европа столкнется с нехваткой голубого топлива. Госсекретарь Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Стивен Гигальт заявил, что многие страны Европейского Союза недовольны предложением Еврокомиссии о механизме коррекции энергетического рынка, в рамках которого планируется введение ограничения цен на газ в Европе. Среди государств-членов сообщества, по его словам, существуют разные взгляды относительно введения потолка цен на газ. «Германия критически относится к установлению жестких ограничений. Для нас важно не допустить беспорядка на рынках, а вместо этого устранить причины высоких цен», приводит слова госсекретаря ТАСС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное введение лимита цен на российский газ, предлагаемый Еврокомиссией, не будет распространяться на Венгрию. «Мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», отметил Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что это была долгая битва, однако Венгрии удалось отстоять свои интересы. Премьер Венгрии указал на то, что лимит цен на газ для страны будет означать газовое эмбарго. По его словам, экономическое самоубийство Евросоюза никаким образом не поможет Украине. Министр энергетических преобразований Франции считает, что установление потолка цен не является структурной реформой. «Мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цен на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цены на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику», цитирует министра РИА Новости. Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Le Monde считает, что установление потолка цен на газ не приведет к снижению цен для потребителей. «Сегодня спрос превышает предложение, что приводит к росту цен, поэтому потребление должно быть уменьшено», — заявил чиновник. С Тиммермансом солидарен и премьер-министр Норвегии Йонас Гарстере. Он, в частности, заявил, что введение предельной цены на природный газ не принесет реального решения проблемы дефицита этого энергоресурса в Европе. Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии заявил, что предложение Еврокомиссии не даст необходимого результата, а сам предложенный ценовой потолок слишком высок. По его словам, существует опасность, что ценовые ограничения будут стимулировать спекуляцию, вместо того, чтобы ее сдерживать. В свою очередь, министр экономического развития Италии заявил, что европейская гора родила эту мышь. «Мы должны серьезно подумать и вернуться к Европе, которую задумали отцы-основатели», – отметил он. Глава нефтегазовой компании Патрик Пуяне заявил, что решение о лимитировании цен на нефть из России является плохой идеей. Он отметил, что Total Energies продолжит импортировать сжиженный природный газ из России до тех пор, пока не будут введены европейские санкции в отношении топлива. Ассоциации европейских энергетических бирж Европекс и Европейская федерация торговцев энергии в своих сообщениях от 21 ноября отметили, что предложенный Еврокомиссией механизм ценового ограничения может угрожать финансовой стабильности Евросоюза. Газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу сообщила, что трейдеры понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов, если ЕС примет план ограничения цены на газ. Подчеркивается, что такая ситуация может дестабилизировать рынок. Планами Запада вмешаться в рыночные механизмы и ввести искусственное регулирование цен обеспокоены и крупнейшие экспортеры нефти и газа. Министр Катара по вопросам энергетики и гендиректор компании Катар Энерджи Саад Бенширида Аль-Кааби считает, что становление странами ЕС потолка цен на нефть и газ разрушит рынок. Он отметил, что инвесторы в нефтегазовой сфере будут подвержены большим рискам. При этом министр указал, что намного важнее стремиться заключить мир в Европе. Именно это позволит значительно снизить цены. По его словам, это не высшая математика. В этом вопросе все очевидно. Гендиректор саудовской нефтяной компании Амин Наср считает, что введение предельной стоимости на российскую нефть приведет к неопределенности на мировом рынке. Российская нефть переместится из Европы в Азию, что окажет влияние на рынок, заявил Наср. В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Сальман заявил, что пока не представляет, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть и кто его поддержит. Безусловно, интересна реакция стран, которые на сегодня являются крупнейшими импортерами энергоресурсов. Прежде всего, речь об Индии и Китае. Представитель МИД Китая Мао Нин еще в сентябре заявила, что китайские власти выступают против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и выступают за пересмотр позиций государств членов группы. «Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны предпримут конструктивное усилие, а не наоборот», заявила дипломат. Министр нефти и природного газа Индии Харди Псинг Пури заявил, что его страна не ощущает давления либо беспокойства на фоне предстоящего ограничения цен на российскую нефть. «У меня нет страха или беспокойства. Рынок решит проблему с логистикой, если она возникнет. Что бы ни случилось, с этим разберутся», – цитирует министра Прайм. Что говорит Москва? Президент России Владимир Путин, комментируя планы ЕС ввести потолок цен на газ, отметил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в другие страны, если это будет противоречить ее собственным интересам. Он также заявил, что западные страны сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать условия в данном вопросе. Комментируя планы Запада по ограничению цен на нефть, Путин заявил, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что при введении ценовых ограничений на российскую нефть топливо направят в страны, работающие на рыночных условиях. Пока что очень непонятные в нюансах обсуждения идут у европейцев по этому потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения, сказал Песков. Официальный представитель Митроссии Мария Захарова заявила, что введение потолка цен является антирыночной мерой, которая может нарушить цепочки поставок и усугубить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Грубый ценовой диктат подрывает систему мировой торговли и создает опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для международной торговли в целом, констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. Кроме того, Захарова обратила внимание, что многие нефтедобывающие страны также выступают против искусственного ограничения цен, ведь нет никакой гарантии, что в будущем данные ограничения не будут применены в отношении какой-либо другой страны. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России. Он отметил, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения. Такое вмешательство в рыночные механизмы ценообразования может создать в перспективе дефицит соответствующего энергетического ресурса, что, в свою очередь, создаст еще большее давление на рост цен. В первую очередь пострадают потребители тех стран, которые вводят потолок цен, предупредил Новак. С аналогичным заявлением выступил и министр энергетики России Николай Шульгинов. Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия, как надежный партнер, будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах, сказал министр. «Попытки введения потолка на нефть и газ – покушение на основу суверенитета стран, обладающих энергоресурсами», – заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. «Введение потолков – это покушение не только на основу рынка, но и на основу суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что правильным странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем неправильным. Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», – сказал Игорь Сечин. В «Газпроме» предупредили, что введение потолка цен на газ может привести к прекращению поставок. Такое заявление сделал глава холдинга Алексей Миллер. Он отметил, что «Газпром» руководствуется имеющимися подписанными контрактами, и введение потолка цен на газ в одностороннем порядке – это прямое нарушение условий имеющихся договоренностей, которое приведет к прекращению поставок. Миллер также отметил, что Европа не может заставить экспортеров газа продавать голубое топливо по нужной ей цене. Вспоминаются слова, хорошо известные нашей песни – «Ледяной потолок», «Дверь скрипучая» и далее по тексту. «Не забывайте нашу русскую культуру, изучайте», – саронизировал Миллер. «Россия будет крайне отрицательно относиться к попыткам регулировать цены на ее энергоносители», – заявил глава Международного комитета Госдумы и лидера ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы ждем объявления странами «большой семерки» ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными, в кавычках, стратегами. К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будем относиться крайне отрицательно», – приводит слова Слуцкого РИА Новости. По его мнению, в итоге просвещенная Европа будет покупать российские углеводороды под другой маркировкой и при этом по более высокой цене. Что теперь будет с рынком нефти и газа? Рассуждая о перспективности плана по установлению потолка цены на углеводороды, следует принимать во внимание как минимум два фактора. Во-первых, удастся ли западным странам склонить на свою сторону крупнейших импортеров нефти. Механизм теоретически мог бы заработать, если бы план по введению потолка цен поддержали Китай и Индия. Ведь эти страны на сегодня являются основными покупателями российских энергоресурсов. Из-за введенных ранее санкций Россия переориентировала поставки из Европы в Азию, поэтому, по большому счету, решения европейских стран не окажут влияния на российский экспорт. В этом плане реакции Пекина и Нью-Дели гораздо важнее. Стоит отметить, что заявлений со стороны Китая и Индии о поддержке предложения по потолку цен пока не было. В любом случае, эти страны с учетом дисконта покупают российскую нефть практически по той же цене, которую Запад предлагает установить в качестве потолка. Поэтому смысла что-то менять для них нет. В целом, как отмечает французский эксперт Жиль Миаэли, для регулирования цен на нефть на мировом рынке потребовалось бы создание картеля покупателей. Однако на практике подобное реализовать невозможно. Иначе механизмы ограничения цен были бы внедрены гораздо раньше, чтобы контролировать действия стран ОПЕК. Вторым важным фактором, который необходимо учитывать Западу, являются ответные действия Москвы. Российская сторона заявляет, что перестанет поставлять нефтегаз в страны, которые ведут потолок цен. Подобная ситуация может привести к дефициту углеводородов на мировом рынке, а, следовательно, к росту их стоимости. Это навредит не только США и ЕС, но и другим странам, включая Индию и Китай. Именно об этом и предупреждают западные эксперты, говоря о непредвиденных последствиях. В этом плане США и Европа уже пытаются подстраховаться. Иначе не было бы столь мучительных переговоров о ценовом пороге. По сути, озвученное предложение 65-70 долларов по нефти и 275 евро по газу – это попытка сохранить лицо при плохой игре. Такой потолок существенно не отразится на нефтегазовых доходах России и не вынудит ее принимать жесткие ответные меры. Так Россия сможет и дальше легально осуществлять поставки нефти по морю без необходимости признания потолка цен. Правда, и для западных стран выгоды в этом никакой. Ведь стоимость энергоресурсов не снизится, и Россия сохранит свои доходы. Отсюда вопрос – зачем вообще вводить потолок цен? Возможно, изначально Запад и прежде всего США рассчитывали, что страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК+, согласятся увеличить добычу нефти. Однако в октябре члены ОПЕК-плюс приняли противоположное решение – уменьшить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки. По информации газеты Financial Times, такое решение нефтедобывающих стран связано с планами Запада установить потолок цен на российскую нефть. Экспортеры опасаются, что в будущем подобные ограничения могут быть применены к любой стране, продающей нефть. Сразу после решения ОПЕК-плюс последовала реакция США. Так, представитель Белого дома Карин Джан-Пьер заявила, что нефтедобывающие страны таким образом встали на сторону России. Кроме того, в Вашингтоне заявили о необходимости принять меры, чтобы уменьшить влияние ОПЕК на мировые цены на топливо. Как бы то ни было, надеяться, что на рынке появятся дополнительные объемы нефти, которые компенсируют снижение поставок из России, Западу не приходится. Поэтому затея с потолком цен на нефть теряет всякий смысл. Что касается идеи ЕС по регулированию цен на газ, то она изначально не имела шансов. Европейские страны столкнулись с дефицитом газа и полностью заместить недостающие объемы из альтернативных источников не представляется возможным. Сейчас европейцам приходится покупать газ в США по заоблачным ценам. Поэтому Европа не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия. Обозреватель немецкого издания Die Welt Tobias Kaiser считает, что планы Брюсселя по введению потолка цен на российский газ являются политическим шагом. Еврокомиссия пытается ослабить разногласия среди стран ЕС. Предложения, представленные Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симпсон, являются в лучшем случае псевдопотолком цен на газ. Это аварийный тормоз газового рынка, который должен срабатывать только в исключительных случаях, считает Kaiser. По его мнению, подобные меры не приведут к снижению стоимости газа. Это типичное предложение ЕС, которое комиссия может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам, отмечает Kaiser. Таким образом, сторонники ограничения цен на газ смогут заявить, что они оказали сильное давление на Брюссель, и тот, наконец, удовлетворил их требованиям. Однако на практике подобный потолок цен не будет оказывать никакого влияния, поэтому такие страны, как Германия, которые выступают против вмешательства в рыночную экономику, также останутся довольны. Ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что идея обведения газового ценового потолка, высказанной европейскими политиками без консультации с экономистами, изначально была некомпетентной. Как только дошло до дела, европейские компании объяснили политикам, к чему это все приведет. Тем более сейчас, в начале отопительного сезона, и они пошли на попятную, рассказал Юшков в интервью РИА Новости. Он напомнил, что «Газпром» поставляет голубое топливо европейским потребителям по действующим контрактам, в которых уже обозначена цена, и если страны ЕС будут недоплачивать за поставленный ресурс, Россия просто остановит поставки, пока не получит деньги в полном объеме. Так чего ожидать России? По большому счету, при сохранении условий на приоритетных рынках сбыта в Индии и Китае, инициативы по ценовому регулированию не отразятся на России. Как отмечалось, предлагаемые потолки цен на нынешнем этапе позволят России спокойно экспортировать свои энергоресурсы. Однако в случае роста цены на нефть и превышения потолка цен могут возникнуть сложности с морскими перевозками. Ведь Индия и Китай хоть и не присоединились к инициативе G7, но и послабление для российских судов в отношении страхования не объявляли. Как отмечает эксперт БКС-экспресс Игорь Голоктионов, при ценах выше предельного уровня должно быть найдено решение по юридическим вопросам, которое будет устраивать стороны. Импортерам важно, чтобы риски по морским грузам были застрахованы, и не было сомнений в том, что при наступлении страхового случая выплаты будут произведены в полном объеме. В сентябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщал, что Россия ищет варианты решения этого вопроса. «Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран». Другой вариант – создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации, рассказал Шульгинов в интервью ТАСС. В целом, эксперты прогнозируют, что ситуация на нефтегазовом рынке в ближайшее время не изменится. Инициаторы подолгоцен либо утвердят планку на приемлемом для России уровне, либо и вовсе отложат принятие решения на следующий год. Конечно, западным странам хотелось бы отрезать Россию от нефтегазовых доходов, но в таком случае пришлось бы принести в жертву собственную экономику, которая и без того пострадала от санкционного бумеранга.